Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто у меня на канале впервые, давайте знакомиться. Меня зовут Марина. И сегодня я хочу сделать для вас расклад на очень важную тему. Эта тема не так популярна, конечно же, как отношения. Все хотят смотреть расклады на отношения, но мы любимые у себя, самые драгоценные, единственные, неповторимые. И давайте сегодня уделим время себе. Тема будет звучать, как дела с вашими финансами, что происходит сейчас, удовлетворены ли вы или нет, и можно ли что-то сделать для улучшения вашего финансового положения. Будет два варианта, две колоды, но вам не нужно выбирать ту колоду, которая вам понравилась, а зеленая колода, второй иллюминатов, будет для тех, кто считает, что совсем все у него неважно с его финансовыми делами, ну вот просто плохо, и вы хотите понимать, как выйти из этого состояния и, соответственно, подняться по финансовой лестнице вверх. Красная колода – колода второго апокалипсиса. Для тех, кто считает, что финансовое положение более или менее, вы, в общем, зарабатываете себе на жизнь, удовлетворяете определенные потребности, но хотелось бы большего. Так что определяйте со своим вариантом, или можете посмотреть оба, и, возможно, вы получите очень важные подсказки в любом случае для себя. Пока убираем первую колоду, берем колоду второго иллюминатов. Это колода для тех, кто считает, что финансы полностью поют романсы. По полной. О, что-то уже выскакивает. Что тут выскакивает? А выскакивает королева мечей. Да, вот вас как раз и показывают, что вы стоите вот в такой позиции, вас эта ситуация напрягает, и вы, вероятнее всего, думаете, много думаете о том, как ситуацию исправить. Но вообще королева мечей – это дама очень решительная. Смотрите, я не успела вытащить ваш сигнификатор, как он выскочил сам из колоды. Эта дама очень решительная. Эта дама, если она принимает решение на основании не эмоций, а реальных фактов и действительности, реальности, так сказать. И если она начинает действовать на основании этих решений, не будет сидеть сложа руки, то у нее обязательно получится выполнить любые свои планы, осуществить любые свои проекты. Так что главное, на что вам обращают сейчас внимание, это, возможно, недостаток действий. Может быть, вы слишком много думаете о том, как эту ситуацию разрешить, а никаких активных действий не предпринимаете. Думать, конечно, это очень хорошо, но действия, действия, нужны действия. Но вы способны и для себя осознать, чего вы хотите, и даже выстроить некий бизнес-план, возможно, как вы будете дальше продвигаться, но нужно добавить действия. Каким образом сейчас обстоят вообще дела с вашими финансами с точки зрения Таро? Возможно, вы считаете, что все очень плохо, а Таро не считают. Но это действительно так. И знаете, о чем вам говорят? Даже если вы считаете, что совсем уж у вас финансы поют романсы, завывают прям. На самом деле у вас есть за что благодарить Вселенную. Вот эта карта Десятка Пентаклей, она идет тому человеку, который жалуется на свое финансовое положение, как намек на то, что радуйся тому, что у тебя есть. Возможно, у вас финансы поют романсы, но у вас может быть семья, может быть любимый человек, могут быть дети, может быть поддержка друзей или же просто поддержка высших сил. Например, сама жизнь вам дана, дай бог здоровья, дай бог свой дом есть или еще что-то. У вас такое, ну что как будто основа под вашими ногами. Здесь речь идет о благодарности. Я бы сразу сказала по первому варианту, что даже если вам кажется, что все ужасно, вы себя так настраиваете больше, на самом деле вам действительно есть за что благодарить Вселенную. И прям сразу после этого расклада идите в интернет и ищите практики благодарения. Потому что практика благодарности, благодарения, она творит с нами чудеса. Когда мы начинаем осознавать, что не так все плохо, у нас есть реально за что благодарить Вселенную, начинаем практиковать эту благодарность и потом удивляемся, насколько кардинально ярко меняется наша жизнь к лучшему. Так что у вас есть, мало того, что за что благодарить Вселенную, а чем гордиться и вообще на что в жизни надеяться. Опора под ногами у вас есть. Если вам кажется, что нет, то это ваше впечатление. На самом деле это не так. Насколько глубоко вы не удовлетворены своим финансовым положением. На самом деле, опять, не то, что вы думаете. Но вы прекрасно понимаете, что сколько вы пользы даете миру, столько получаете взамен. Это означает одно. Вы, вероятнее всего, не раскрыли в себе те таланты, те способности, которые могут открыть для вас финансовые потоки. Ибо сколько мы даем во Вселенную пользы, столько и получаем в ответ. То финансовое положение, которое вы имеете сейчас, оно исключительно эквивалентно той пользы, которой вы приносите окружающему миру. Ни в коем случае не обижайтесь на эти слова. Это вам как повод для размышления. Это не значит, что вы бездельники. Ничего не делаете, никакую пользу миру не приносите. Возможно, вы занимаетесь не своим делом. Или же работаете эмоционально не на всю катушку. Здесь не имеется в виду тяжелый и физический труд, так как эмоциональное больше вложение. И еще для кого-то из вас наоборот может быть перекос в том плане, что вы можете работать реально как Папа Карл или как Раб с утра до вечера, но получать гроши. Вы задумайтесь просто над этим, правильно ли идет баланс между вашей отдачей и тем, что вы получаете обратно от Вселенной. Если это не так, значит думайте, как это менять. У каждого из нас есть свои таланты. У каждого из нас есть нечто, что мы можем, нечто очень ценное. Чем мы можем поделиться с миром, таким образом помочь людям, быть полезными людям, потому что деньги всегда приходят через людей. И вам необходимо найти в себе это, ибо у вас однозначно присутствуют таланты, которыми вы можете не зарабатывать, даже не хочу такие слова говорить, получать вознаграждение от Вселенной за свои таланты, которыми вы делитесь с окружающим миром. Вот по первому варианту проблема в этом. На самом деле каких-то глобальных, ужасных проблем, блоков, все пропало, все плохо, и там какие-то установки, возможно, негативные у вас всплывают в вашей голове, и вы думаете, мне не суждено быть богатой, мне не суждено иметь большие деньги. Для многих из вас здесь идет еще и установочка такая, что большие деньги – это зло. Подсознательная она может быть или осознанная, неважно, но что-то здесь в этом плане есть. Вот от этого надо избавляться и четко для себя понять, что у вас однозначно есть талант, которым вы можете делиться с окружающим миром и обеспечивать себя по полной, покрывать все свои потребности и гораздо-гораздо-гораздо больше. Что вы можете сделать для того, чтобы эти способности открыть? Я не вижу здесь таких проблем, прям каких-то нерешаемых. На самом деле ничего здесь такого страшного нет. Здесь необходимо провести работу над собой, над своими желаниями, над раскрытием своих талантов. Что вы можете сделать еще, кроме этого? Поверить в себя – это карта конкурентноспособности. И не бояться конкуренции. Не бояться. В любой конкурентной борьбе вы выиграете, вы будете победителем, потому что у вас для этого достаточно сил. Ну вот, например, возьмем какую-то сферу деятельности. К примеру, вы захотели стать юристом. Это так я беру пример. Захотели стать юристом. И тоже думаете. Ваш мозг включает обратную и говорит, да зачем тебе это нужно? Этих юристов уже как собак везде на каждом углу. Перестань. Сядь и сиди спокойно. Дальше работай, я не знаю, кассиром в супермаркете или кем вы работаете. Неважно совершенно. Но у вас есть амбиция стать кем-то другим, какую-то другую профессию получить. И вы себя тормозите. И все. И вы свою эту мечту, свое желание куда-то на задний план отодвигаете. А почему? Потому что ваш мозг вам сказал, сиди на месте, там большая конкуренция, и ничего не будет. Любая сфера деятельности. Или вы работаете, допустим, учителем, а хотите стать актрисой на самом деле. И тут же ваш мозг вам говорит, ты что, с ума сошла? Сиди спокойно. Какая из тебя актриса? У тебя нос картошкой, вон какая пятая точка жирная, все остальное. Там столько красавиц, там столько таких девчонок, что тебе и не снилось. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Сиди спокойно. И вы берете и обрезаете себе крылья, и думаете, ну и ладно, может и действительно нечего высовываться. Куда мне с моей пятой точкой, с моим носом картошкой? Понимаете, да, о чем речь идет? А на самом деле успех дается в жизни тем, кто уверен в себе, и даже если он не уверен, прививает себе эту уверенность. Не бойтесь конкуренции. Не бойтесь. Абсолютно это вот самое последнее, чего нужно бояться. Или вы, допустим, решили заняться тем же Таро, и думаете, о, да как я, они так сладкоголосо там, эти феи раскладывают, и говорят такие сладкие слова, и так складно, и так замечательно, я никогда этому не научусь. Да плюс конкуренция, их там уже миллион, на этом ютюбе и везде, и вконтакте. Стоп. Если вам это нравится, и вы этого действительно хотите, начните, и вам все равно будет на эту конкуренцию, вы достигнете результата, вы станете лучше, или одно из лучших. Да даже если и не станете, и это будет вашим, все равно у вас откроются финансовые потоки. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот здесь проблематика первого варианта именно такова. Я думаю, что по первому варианту даже добавить нечего. Единственное, что я хочу спросить, стоит ли вам вот прямо сейчас на этом раскладе задуматься о том, чем вам дальше заниматься, какие способности в себе таланты открывать, чтобы быть полезным миру. Конечно, вы королева Пентаклей, у вас множество талантов, вы можете как финансами заниматься успешно, так и творчеством, и любыми абсолютно занятиями, которые связаны с энергиями. Вообще любая совершенно сфера деятельности вам подвластна. Главное понять, что вам действительно нравится. Очень многие из вас не зря пришли сегодня на этот расклад, потому что вы уже четко и ясно понимаете, что вам это необходимо делать. Здесь и сейчас вы для этого созрели. Я очень надеюсь, что этот расклад послужит вам хорошим таким волшебным пенделем, чтобы вы сейчас, послушав его, взяли себя в руки и наконец-то начали делать что-то для того, чтобы выйти из этой финансовой ямы, как вы считаете. Хотя это не же и не яма. Все в ваших руках. Вот такой получился первый у нас вариант. Если у вас возникнут возражения, можете, конечно, их писать в комментариях, но я вам сразу скажу, что это возражения и приполны всякие препятствия, которые выдвигает ваш мозг, который очень ленивый, его задача нас постоянно держать в зоне комфорта и пусть будет так, как будет. Лишь бы не пришлось волноваться, лишь бы не пришлось какие-то действия дополнительные делать, лишь бы не пришлось конкуренцию какую-то испытывать. Сиди спокойно на своем кресле, жуй свои чипсы и не расти. Живи на 3 копейки. Поняли, да? Вот так. Такой первый вариант. Отличный получился вариант. Теперь вариант номер 2. Это для тех, кто считает, кто благодарит Вселенную за то, что имеет и считает, что в принципе на жизнь хватает, но хотелось бы большего. И есть амбиции, хотелось бы большего. Давайте вашу сигнификацию посмотрим. Вы кто? Во-первых, у вас очень опытная душа. Вы человек очень мудрый. Знаете, есть такое понятие старая душа, но я не люблю такое понятие. Опытная душа. Да, действительно, ваша душа накопила огромное количество очень важного ценного кармического опыта. И это воплощение, оно для вас чрезвычайно важно, потому что по страшному суду именно в этом воплощении, так же, как вот и первый у нас вариант, желательно найти тот талант, возможно, давайте это предназначением назовем, хоть это очень громко звучит, но тем не менее, может быть и предназначение, ваша миссия. Вы просто обязаны открыть в себе то, что в вас находится этот бесценный дар, который у вас присутствует. И вероятнее всего в этом воплощении вы либо уже его открыли, либо откроете, вам предстоит это сделать еще до конца вашего пути здесь, в этом воплощении. Очень важное с кармической точки зрения перевоплощение. Здесь и сейчас, и не зря вы смотрите расклады Таро, потому что Таро это как инструмент самопознания. Какая вы сейчас или какой вы сейчас, как вас покажут? Четверка Жезлов. В общем, я вам хочу сказать, что у вас действительно есть все для того, чтобы и как минимум пребывать спокойненько в зоне комфорта. Но вы знаете, что пребывание длительное в зоне комфорта не способствует дальнейшему росту, а наоборот способствует стагнации. И если человек что-то добился и вот так вот усаживается на своем троне и сидит спокойненько, то вряд ли будут пребывать его богатства. А если он их правильно инвестирует, то, что имеет и то, что заработал, хорошо, значит, какой-то доход они будут ему давать эти средства. Но если он будет сидеть на попе ровно и даже ничего не делать, инвестируя, к примеру, то он может начать и терять со временем. Так что вам идет намек такой. У вас, в принципе, все очень даже хорошо в жизни, стабильно. Вы не зря выбрали этот вариант, потому что, так же, как и по первому варианту, у вас есть за что благодарить Вселенную более чем есть. В том числе и благодарить себя за то, что вы этого добились, вы этого достигли. Это ваше достижение, это ваша целеустремленность, ваше желание жить в комфорте, что абсолютно хорошо, нормально, прекрасно. Не нужно бояться больших денег, не нужно бояться того, что вы будете их иметь, потому что деньги дают свободу и деньги дают возможность наслаждаться жизнью по-настоящему. У вас есть такая возможность, но есть опасность того, что вы залипли в зоне комфорта. Вот здесь основная проблема по второму варианту будет именно в этом. Четверка жезлов. Человек сидит на своем троне, в принципе, все прекрасно, и девочки красиво ему прислуживают, и обед у него сытный, и все хорошо, и крыша над головой, и, в общем-то, в доме все есть, но как-то вот это все застойно, нет движения. Как оценивают ваше материальное положение сейчас Таро? Не то, что вы думаете о вашем материальном положении, а как это есть на самом деле. Все хорошо у вас. У вас все хорошо, но вы можете больше. Императрица это женщина амбициозная, императрица никогда не будет стоять на месте, да, она может немножко отдохнуть, она может побаловать себя этой самой зоной комфорта, пошиковать, побыть в роскоши, но она будет двигаться вперед, потому что императрица всегда амбициозна. У вас, в общем, по второму варианту, действительно есть за что благодарить вселенную и себя любимую за то, что вы этого достигли. Но, конечно, долго вот в такой расслабленной позиции лежать точно не надо. Здесь энергетика всего второго расклада именно об этом. Можете ли вы сделать что-то еще, кроме того, что мы сейчас с вами обсудили, для того, чтобы ваше положение финансовое пошло вверх еще? Есть ли что-то, что вы можете сделать? Да, знаете, у вас, в принципе, действительно все хорошо, тем более, если рядом с вами надежный мужчина, то вообще все, можно сказать, в шоколаде, и вместе с ним или же в кооперации еще с какими-то другими людьми вы можете действительно достигать новых успехов, подниматься на новые ступени финансового своего успеха, финансового благополучия. И вообще, конечно, взаимоотношения с мужчиной играют для вас роль, имеют значение. Вы императрица, вы, безусловно, очень самостоятельная, очень самолюбивая, самодостаточная женщина, ну, или мужчина, если вы мужчина, то перекладывайте информацию на свою половую принадлежность. Но все же, когда с вами надежный партнер, любимый мужчина, надежный, стабильный, вы такого именно и заслуживаете, и который не будет себя выше вас ставить, а где-то в чем-то, возможно, даже и ваше преимущество, не то чтобы признавать, да, но считать вас равной себе, это для вас важно, потому что вряд ли вы будете подчиняться. Вам хорошо быть с мужчиной на равных, и желательно, чтобы он все-таки как мужчина вами восхищался и вас этим мотивировал. Так вот, такой мужчина, безусловно, для вас важен. Это не обязательный элемент в вашей жизни, но очень важный. Плохое слово, конечно, элемент, но я сказала важный, да, важные составляющие в вашей жизни. Кто-то из вас находится в отношениях, кому-то из вас прям идет мужчина на ближайшие перспективы, и оценивайте мужчин, конечно, по их качествам, по их действиям, не по словам красивым, но вы так, скорее всего, и делаете. Но еще, конечно, очень важно не только отношения с мужчиной, а именно кооперация с кем-то еще. И кооперация это возможно как с партнерами, мужчинами, или с женщинами с такой очень сильной, крепкой, земной энергетикой. То есть, для того, чтобы дальше расти по финансовой лестнице, по второму варианту, во-первых, выходить из зоны комфорта, в принципе, так, как и по первому варианту, а еще подключать кооперацию с кем-то, кооперирование. То есть, партнерство с кем-то. Женщины, мужчины, не важно, но это люди, обладающие сильной, земной, такой стабильной, надежной энергетикой. Люди, на которых можно положиться. Что еще вы можете сделать? Давайте посмотрим, что вы можете сделать. И можете ли вообще? Здесь есть еще такой момент. Как-то вы себя загружаете какими-то вещами, которые в прошлом у вас. Кто-то, возможно, не может отпустить деструктивные отношения, допустим, или обиду на кого-то, которая была в прошлом, и вы до сих пор продолжаете из-за этого переживать. Вы как будто, да, здесь у вас есть какой-то опыт, который вас как будто закрывает от дальнейшего развития. Здесь еще надо поработать, безусловно, над своим эмоциональным состоянием. Если вы поработаете над этим моментом и отпустите обиды, отпустите какие-то крючки, которые вас держат в прошлом. Прошлый негативный опыт. Вы можете чего-то бояться. Вы можете бояться идти, допустим, на кооперацию с другими людьми, на партнерство с другими людьми, или же вообще что-то, что-то новое начинать, потому что у вас есть определенные страхи. Страх потерять то, что есть сейчас. Страх того, что люди могут обмануть, обидеть. Страх того, что вы можете какую-то боль получить. Здесь есть страхи. Это ваши личные блоки. С этим, если поработать, то будет вообще замечательно. Давайте я спрошу по второму варианту, что вам хотят сказать по поводу всего этого сейчас. Действуйте, двигайтесь. Новые цели, новые планы, выходить из зоны комфорта. Если вам для этого надо сменить сферу деятельности или подключить новую какую-то, меняйте. Не бойтесь, у вас все получится. Рискуйте, принимайте решение, делайте. Конечно, да, вам просто решиться надо на что-то новое. На что-то новое нужно решиться, что-то новое добавить. Или же это сотрудничество с другими людьми, или же это что-то новое в вашей сфере деятельности, или же еще что-то, какое-то новшество. Вам нужно что-то оставить в прошлом и пойти по новому пути. И вас однозначно, совершенно, безо всяких сомнений, ждет успех. Каковы шансы на то, что вы можете это осуществить в ближайшее время? Вам будет сложно это сделать, и вам кажется, что это сложно сделать. Конечно, вы это сделаете. Смотрите, какой человек, который тянет, пытается пирамиду с места сдвинуть, протащить ее, поставить на другое место, как ему тяжело, он прям весь надрывается. Вот и вам кажется, что это так тяжело, а на самом деле это гораздо легче. Здесь очень большие шансы, ой, улетела голода, здесь очень большие шансы на то, что вы это, во-первых, сделаете, а во-вторых, возможно, этот расклад тоже вам поможет наконец-то понять, что вы легко можете эту пирамиду сдвинуть с места, вам не надо так надрываться. Просто попробуйте ее сдвинуть с места, и у вас все получится. Вот такой у нас получился расклад сегодня, замечательный. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Надеюсь, полезную информацию для себя вы получили. Желаю вам ее переработать как следует в вашей голове. Пишите, пожалуйста, в комментариях у кого как отыгралось. Желаю вам счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Буду благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. И пока-пока, до следующего расклада. Субтитры сделал DimaTorzok